теперь хочу у вас просить вот даже то что я показала это уже интересно кому интересно любили интересно кому еще интересного даже аршивного запаса я юлию интересное это гениально Это еще не все, мы только начали. Это реально гениально. Это просто реально гениально. Мы начинаем наш мастер-класс. Он называется следующим образом «Использование ИИ». Это «Искусственный интеллект в изучении немецкого языка». Мы сегодня будем работать в чат GPT. Что это такое? Это многофункциональная нейросеть. Это чат-бот простыми словами, который общается с пользователем и выполняет его задания. Мы сегодня будем разбирать чат GPT, потому что именно эта нейросеть нам будет очень полезна для изучения иностранного языка, в нашем случае немецкого. Что же такое нейросеть? Это простым языком. Это программа для обработки данных с помощью математической модели, которая имитирует нейронные связи человеческого мозга. Но это не человеческий мозг. Это программа. Это запрограммировано все. Поэтому мы должны понимать, что это не человек. Но при общении с вот этим чат-ботом будет ощущение, как будто мы общаемся с человеком. Регистрация. Когда вы переходите по этой ссылке, вот этот значок у нас чата GPT, мы попадаем в такой чат. Итак, смотрите, что такое чат GPT? Во-первых, не нужно бояться. Тут нет ничего страшного. Это абсолютно бесплатно. И в этом большой плюс, большое преимущество. Чат GPT – это как чат-бот, которому мы пишем команды, и он нашей команды выполняет, выдает нам необходимую нам информацию, как мы можем использовать чат GPT. Конечно, он выполняет разные задачи. Он может решать математические задачи, химические, физические, гидролизы, все, что зададут, задаст человек. Но мы изучаем немецкий язык, и нас интересует именно, как можно использовать чат GPT для изучения немецкого. Первое – это расширение словарного запаса. Вот теперь скажите, кому из вас нужно расширять словарный запас? Только честно. Мне. Игорь, на каком уровне у нас немецкий? А1 только. Вот. У кого А1, это прямо нужно расширять словарный запас. То есть, когда мы совершенствуем свои знания немецкого языка, нам нужно обязательно расширять словарный запас. Без этого продвижения не будет. Теперь, как мы можем это делать? Я подготовила для вас вот такие чаты. Значит, смотрите, когда вы регистрируетесь, как можно быстро зарегистрироваться? Вы переходите по этой ссылке, которую я вам дам потом. Вот. Презентация она у нас уже была. Переходите по этой ссылке. Я вам потом ее дам отдельно в чате. Она у вас будет кликабельная. И вы переходите в такой чат. В этом чате слева будет такая вкладка New Chat на английском. И здесь вы кликаете, и у вас открывается новый чат. Вы можете их создавать сколько хотите. Я рекомендую делать разные чаты под разные ваши задачи, под разные запросы. Где-то тексты, где-то вотшат с лексикой, где-то написание писем, где-то диалоги, где-то грамматика. То есть по-разному, потому что вам будет потом удобнее заходить сюда. И этому чат-боту будет легче понимать, что вы от него хотите, если вы будете писать одно и то же. Например, вот шанс. Напиши мне столько-то слов по такой-то теме. Но это позже мы до этого дойдем. Итак, нажимаем сюда. Сейчас покажу New Chat. How can I help you today? Он в английском нам говорит. Теперь, очень большой плюс. Вы можете писать здесь на русском, можете писать на немецком. Как вам удобно. Если у вас есть русская раскладка, вы пишите просто на русском ему команду. Напиши мне, создай мне. Допустим, сформируй. Вот такие варианты. Вы пишите сюда и отправляете в чат, и он будет исполнять вашу команду. Вот давайте посмотрим. Первое расширение словарного запаса. Я уже подготовила для вас. Немножко я тут два дня сидела, тестировала. Специально писала, чтобы уже было все готово, чтобы время на это не тратить. Ну вот, например, сейчас покажу с самого начала. Немножко тут я ему всего задавала. Например, вот, смотрите. Я пишу ему команду. Напиши мне 10 выражений, я пишу на русском, уровня А2 с высказыванием своего мнения на немецком с переводом на русский. Если вы напишите команду в чат-бот ЧПТ, просто напиши мне 10 фраз на тему «Моя семья», по теме «Защита климата», он вам напишет на английском. У меня такое было. Обязательно пишите на немецком или на немецком языке. Он мне выводит эти фразы, выражения. И затем я могу написать ему, допустим, напиши мне еще с переводом или без перевода, как вам нужно. Он делает с переводом на русский. Это все моментально. То есть пишите запрос, напиши мне то-то, то-то. Он быстро обрабатывает все, 2 секунды он выдает. Причем выдает все правильно, с переводом на русский. Все четко идет, в общем, просто идеально. Я ему пишу теперь. А теперь на уровне B2. Он мне пишет, конечно, вот здесь выражение уровня B2 с выражением своего мнения на немецком с переводом на русский. Он мне пишет вот эти фразы уже уровня B2. И мы видим, что мы можем даже здесь, используя его ответы, обогащать свой словарный запас. Мы можем учить все эти фразы, использовать свои речи при подготовке к домашним заданиям, если вы на курсы ходите, или самостоятельно. То есть использовать можно разным образом. Я пишу ему дальше. Напиши мне три формы сильных глаголов на немецком с переводом на русский в таблице. Я разные варианты тестировала и в таблицах, и без таблицы. Он сразу выводит. Ну вот как вариант. Он вывел меня немножко с переводом на русский. Тут вот эти варианты. Вот пробовала. Он все пишет и из гиганген, и хаб-гихаб, как надо, с переводом на русский. Очень удобно. Дальше я ему писала тоже примеры предложения. Он мне дал с этими глаголами. В общем, здесь у меня была и лексика, и немножко грамматику я тоже давала. И потом также он мне давал примеры. То есть ему можно давать задания. Например, не просто напиши мне 10 фраз, или 15 глаголов, или 20 прилагательных такого-то уровня, а еще с какими-то заданиями. То есть дай мне упражнения. Вот я пишу, создай упражнения на тренировке этих глаголов перфект. Конечно, можно на немецком писать, можно на русском, какой у вас уровень, в зависимости от этого. Он мне дает задания. И они разные. В одном нужно поставить глагол «гейн» в перфекте, в другом нужно перевести с русского. В третьем нужно опять глагол поставить в перфекте. И затем вы, когда пишете свои уже варианты ответов, он исправляет ошибки. То есть вы копируете, пишете ответы, и потом «исправь мои ошибки». Он исправляет ошибки. Я опишу. Какие самые частотные вопросы может задать стоматолог на немецком пациенту? Напиши 15 предложений на немецком. Может быть, все что угодно. Стоматолог, продавец обуви, массажист, парикмахер, косметолог, гинеколог. В зависимости, к кому вы пойдете, к какому специалисту, или где вы еще будете общаться с кем, в каком-то учреждении. Вы не знаете, какие фразы могут звучать, о чем вас могут спрашивать. Вы прямо в этом чате пишете запрос, что вам нужно. Напиши 15 предложений на немецком. Он выдает мне через 2 секунды. Сразу. «Happende schweißen imunbereich, wie lange haben sie schon beschweren?» и так далее. Ровно 15. Смотрим. Потом я ему пишу. «Давай поиграем. Ты не медстоматолог, я пациент. Ты задаешь мне вопросы на немецком, я буду отвечать. Если я допущу ошибки, исправь их». Отличная идея, давайте начнем. И вот он сделал не то, что я его просила. Он начал мне писать диалоги без меня. Стоматолог-пациент, но без меня. Я пишу ему. Смотрите внимательно. «Ты не понял. Ты пишешь только вопросы мне, я буду отвечать сама. Entschuldigung, wenn du nicht wirst, stein ist. Извиняюсь за недоразумение. Lasst uns von neuem beginnen. Давай начнем заново». И вот он теперь пишет один вопрос. «Wie geht es in den heute?» «Guten da, ich habe es ans Schmerzen?» Я пишу ответ. «Das war ein, habe es dir, das ist ans Schmerzen?» «Das war es gegen?» Я ему пишу в ответе. То есть, смотрите, мы можем с этим чатом как получать вообще фразы, слова, так и строить диалоги. То есть, как будто мы общаемся с человеком, живым тандем-партнером. Но на самом деле это программа, это нейросеть. Но такое создается ощущение, как будто мы общаемся с живым человеком. Причем он пишет абсолютно все корректно. Все правильно на немецком, идеально. И на русском переводе тоже, тоже отличный. Что еще? Это вот то, что я писала ему вчера, чтобы показать вам. Теперь дальше смотрим. «Составь топ-30 прилагательных в немецком языке уровня B2». Он мне сразу выдает. Но выдает не уровня B2. Потому что, видите, что он интересант Гудш-Лэхт, это уровень А1. Я посмотрела, это совсем не B2. То есть, смотрите, он может выдать, но мы должны подкорректировать, что ты не понял, мне надо то-то, то-то. Поэтому, видите, меня это не устроило. Это совсем не уровень B2. Я ему пишу. Это легкие. Напиши немецкие прилагательные уровня B2, которые используют немцы. Он такой, понял вас. Хоть некоторые прилагательные уровни B2, которые немцы часто используют. Это совсем другое дело. «Аншпрухсволь», «фильзати», «фераншпрухсволь», там, да, уже «эмпатиш», «эншлоссен». Ну, уже совсем другое. Другое уже. «Беластбах», «уморфоль». Это уже получше. Я ему пишу «данке». И он даже на «данке» отвечает. «Битэшон», «вэнси на патре фрагентабен, удахи фибриньоти генштейх», «инангян на цифрфюгунг». Если у вас еще есть вопросы или вы нуждаетесь в помощи, я в вашем распоряжении. Вот такой вариант. Смотрим дальше. Продолжение следует.